Я снимаю для чего? Для того, чтобы прославить это архитектурное произведение. Владимир Сомов, который спроектировал это здание, думаю, достоин того, чтобы о нем помнили. Вы согласны со мной, молодой человек? Всем привет! Я, наконец, добрался в Великий Новгород и попробую сегодня рассказать и показать вам одно из самых интересных произведений поздней советской эпохи, архитектурных произведений. Это драматический театр в Новгороде. Это здание было спроектировано еще в 70-х годах прошлого века под руководством Владимира Сомова. И построено оно было запущено в 1982 году. Здание, на мой взгляд, замечательное во всех отношениях. Во первую очередь, с точки зрения архитектурной выразительности. Во вторую, да и во вторую, с точки зрения архитектурной выразительности. Потому что совершенно сумасшедшая пластика, совершенно сумасшедшая работа с объемом. Мне кажется, мы больше нигде не сможем увидеть такой работы. Я не знаю, что было в голове у архитектора, когда он это делал, но та свобода, с которой он обошелся с архитектурной формой, она просто потрясает. Я думаю, что здесь заложено еще достаточно много символических загадок, которые вот просто так не расшифровать. Но, тем не менее, смотрите, даже такие вспомогательные элементы, как вот первый пандус слева, видите, от башни вверх на второй ярус идет пандус, который заканчивается в конце дебаркадером, техническим для раздрузки, видимо, декорацией. И вот справа такой же элемент. Даже такой технологический предмет, такой технологический элемент был превращен автором в очень выразительный, очень яркий акцент этого здания. Я еще пройду по кругу и с каждой точки вам покажу это здание. Вы, думаю, со мной согласитесь, что вот такого уровня, такого качества, такой силы архитектуры, ну, редко где увидишь. А я сейчас двигаюсь вдоль главного фасада, вдоль главного входа. Он обращен в сторону реки Волхов на набережную. Вот. И вот это здесь, видимо, главный вход. Над нами нависает вот такой элемент. Ну, назвать его эркером, наверное, сложно. Но пускай будет эркером. У меня больше других слов для этого нет. Здание четко сориентировано по сторонам света. И вот диагоналями своими выходит как раз запад, восток, север, юг. Почему такая ориентация была выбрана, не знаю. Но, может быть, для того, чтобы опять придать дополнительные динамики всему, что мы здесь видим. Вот две прекрасные обходные галереи. К сожалению, ведутся работы, поэтому шум будет постоянный. Но я с этим ничего сделать не могу. Попробую пойти в другую сторону. По одной из галерей. Вот как раз туда, где мы видим одну из таких странных опор в виде полушара, которая поддерживает пандус де Баркадера. Очень интересна сама структура архитектурная. Здесь можно долго-долго разбираться и смотреть, сколько прекрасных задумок было реализовано. И как они решены. Конечно же, здесь очень-очень много было декоративных элементов. Ну, было, есть декоративных элементов, которые никакой функции не несут. Но театр тоже не совсем функциональная затея. Для чего он нужен? Не для чего. Только для того, чтобы нас веселить. Мне пришлось пойти в другую сторону, потому что там заработал трактор. И говорить стало совершенно невозможно. Поэтому пойдем к правому де Баркадеру. И посмотрим и удивимся той смелости архитектурной тому количеству декоративных элементов, которые автор превратил, как мне кажется, в очень цельный памятник. Ну, вот смотрите. Тот же де Баркадер теперь с правой стороны. Это пандус Дебаркадера, который опирается на две вот такие полусферы. Они, тем не менее, функциональны. Там есть люки и там есть что-то. Я снимаю для чего? Для того, чтобы прославить это архитектурное произведение. Владимир Сомов, который спроектировал это здание, думаю, достоин того, чтобы о нем помнили. Вы согласны со мной, молодой человек? Надеюсь, вы согласны. Я надеюсь, что ваша работа будет соответствовать уровню архитектора, который это здание сделал, этот памятник. Продолжим тему? Вы знаете слово архитектура? Вы знаете, что вы работаете на памятнике? Вы хоть понимаете, с чем работаете? Так, ребят, ну так. Вы же не просто лестницу кладете. Это реально памятник архитектуры. Это объект, который будет жить, когда мы с вами сгнием и сдохнем. Понимаете? А эта вещь будет работать. Поэтому постарайтесь сделать свою работу качественно, чтобы эти ступеньки через два года не развалились. Итак, вернемся к нашим полусферам. А тем не менее, это не только декоративный элемент, но еще и функциональный. Там внутри то ли колосники системы вентиляции, то ли еще что-то. Вот здесь за ними вот так игриво обыгранная вспомогательная винтовая лестница, которая ведет от разгрузочных ворот к какой-то потайной дверце. Очень интересно было бы, конечно, поработать с планировками этого здания. Посмотрите. К сожалению, по-моему, в прошлом году проводился конкурс на реконструкцию внутреннего пространства этого здания, но я его прозевал, пропустил. А мог бы поучаствовать. И вдруг, 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 вдруг. Потому что я действительно люблю это здание. Посмотрите, какие потрясающие виды открываются практически с каждой точки. Ну, просто блеск. И, тем не менее, использована очень небольшой набор пластических приемов. Вот эти вот полуарки, сведенные воедино на главном фасаде вертикали башен. И очень тонкая и интересная игра, работа с лестницами и пандусами. А здесь есть некоторая загадка. Я пока ее расшифровать не смог. Посмотрите, на боковых фасадах, по крайней мере, на этом и противоположном ему полуарке, соединены не равномерно. Ну, то есть, между какими-то из них есть вставки. Видите, такой широкий простенок. У соседней этого простенка нет вообще. Потом идет опять две полуарки, соединенные через простенок. И потом ряд цельных элементов. Почему, для чего это было сделано, непонятно. Но архитектор здесь лицедействовал не хуже какого-нибудь знаменитого метра больших и малых грамматических театров. Потрясающая работа, очень сложная, очень сложно подчиненная, с очень большим количеством декоративных элементов. Ну, может быть, даже чуть-чуть чрезмерным, но и эпоха этому способствовала. И, видимо, характер автора тоже подсказывал ему те или иные решения. Вот сейчас посмотрим, этот элемент – это всего лишь подстанция, которая, видимо, обслуживает наше здание. И вместо того, чтобы быть ему просто квадратным пупырем, автор превратил его в очень затейливый архитектурный образ. Практически все из того, что я показывал, здесь не имеет никакого функционала. Но должна ли быть архитектура абсолютно функциональной? Я думаю, что нет. Если мы посмотрим на убранство тех же готических храмов, то увидим там миллионы деталей, которые, в общем, никому не нужны, но, тем не менее, работают на свою задачу. Подчеркивая важность и нужность того места, в котором вы находитесь. Вот здесь эти элементы точно так же, украшая совершенно утилитарный объем, превращают его в шедевр и преподносят, превозносят на совершенно иной уровень. Да, сейчас это выглядит, может быть, не совсем аккуратно, но немножко напрягитесь, и давайте вместе со мной представим, как прекрасно это будет выглядеть, когда все будет отделано, почищено и приведено в порядок. Я думаю, что Новгород имеет в лице этого здания такой же шедевр, как и те храмы, которые находятся на Ярославовом городище, ну и вообще разбросаны по всей новгородской земле. Мне кажется, что это здание не уступает в силе образности, в силе мысли, в силе духа, которое нужно было проявить, чтобы его построить не одному из тех храмов. Мои поздравления архитектору. Я не знаю, жив ли он до сих пор. Надеюсь, что да. Это прекрасная работа. Это действительно памятник архитектуры. Кстати, если немного поразмышлять о стилистике, то, наверное, здание все-таки выпадает из термина «советский брутализм». Модернизм в этом случае очень размытое понятие, которое объединяет в себе очень-очень много направлений. И мне кажется, для того, чтобы этому зданию быть брутальным, ему не хватает тяжеловесности и, скажем так, композиционной сдержанности. Здесь все очень-очень свободно, как мне кажется. К сожалению, очень тяжело найти правильную точку без дрона. Дроном я не умею пользоваться. Поэтому будем смотреть вот на таких панорамках. Вернемся к стилистике. Как сказал раньше, здесь практически один мотив вот этой такой сложной полуарки, которая использована во всех фасадах, он придает зданию такую совершенно очаровательную глубину. При этом, в общем, можно, если абстрагироваться, представить себе этой колоннадой, которая обрамляет храм. Ну, вот периптер, да, как в старые добрые времена. Эти колонны, они похожи на обелиски, которые могли бы стоять на какой-нибудь Римской площади, ну, либо на площади перед Зимним дворцом. Но, опять же, это мои очень отдаленные аллезии, поэтому я говорю то, что чувствую. Очень здорово, что ведутся такие большие работы по приведению этого здания, этой территории, надлежащий вид. Выделены огромные деньги. Это не может не радовать. Очень много работ уже проведено, по крайней мере, снаружи. Я думаю, что, наверное, работы ведутся и внутри. И, видимо, финальной частью будет реставрация фасадов. Вот здесь, наверное, будет одна из самых сложных задач. Самых сложных задач у строителей, потому что, ну, вот качество отливки бетона в 80-е годы было таким себе очень средним, поэтому вопрос, будут ли это как-то корректировать или ставят как есть. Я думаю, что архитектор, автор, господин Сомов без слез на это смотреть не может и до сих пор. Ну, вот, наверное, так же, как Калатрава, который, видя свои тонкие нервюры в большом количестве, вот так вот испохабленные плохой опалубкой, видимо, по ночам вздрагивает до сих пор. Ну, а мы вернемся к общей композиции здания. Здесь нижний стилобат развернут диагонально по сторонам света, то есть углы ориентированы на север, юг, восток, запад, а центральная часть здания, будет видно, она как раз сориентирована уже как положено, то есть сторонами по сторонам света. Очень лихие композиционные приемчики здесь применяются. Все их описывать очень сложно, видимо, будет долго и не нужно, но, наверное, вы видите. Да, был бы дрон, было бы, конечно, гораздо круче. Ну, давайте посмотрим еще один из ракурсов этого здания. Великолепно, грандиозно, просто магия искусства на всех ее уровнях, и архитектура, и театр. Архитектор действительно большой-большой артист. Прекрасная работа. Опять же, когда все это приведется и очистится, приведется в порядок и очистится, то ощущение будет на сто крат более сильным. Потому что, ну, то количество образов, которые навевают этот фасад, извините, даже не фасад, эти объемы, но оно, как мне кажется, практически бесконечно. Здесь можно увидеть и мачту корабля с натянутым парусом, и космические корабли, и храм, как это я увидел, и какой-нибудь мега-современный Атлантический ленин. Ну, в общем, настолько образная структура, многообразная, что каждый может найти что-то свое. И это здорово, потому что вот таких архитектурных произведений, поверьте, их очень-очень немного. Тем не менее, тем не менее, советская школа наша как раз и отличается тем, что даже в те суровые времена, когда, казалось бы, архитектура была в загоне, наши мастера, соотечественники умудрялись создавать такие великолепные образцы современной архитектуры. Я не знаю, видел ли кто-то из западных коллег эту работу, потому что мотивы, которые здесь разработаны, мне кажется, можно встретить в очень многих работах и наших западных коллег. Тем не менее, эта работа совершенно самобытна и совершенно уникальна. Дай Бог строителям и руководителям этого проекта сил закончить свою работу, довести ее до конца, может быть, через пару лет, а может быть, раньше, судя по тому, как быстро ведутся работы, мы порадуемся совершенно новому облику этого прекрасного здания. По-моему, великолепно. Здесь прекрасно все. Здесь проще смотреть и очень трудно об этом говорить. Очень много образов и какие-то мотивы даже из традиционной нашей архитектуры. Если посмотреть на том берегу, мы видим один из древних храмов. Что-то есть и оттуда. Что-то здесь угадывается и в этом здании. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что я был не слишком многословен. И надеюсь, что вы теперь тоже захотите съездить в Великий Новгород и посмотреть на этот шедевр. Пусть он еще не закончен, но он достоин того, чтобы посетить это место и насладиться этой архитектурой. Всем пока! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА